Николай, действительно, вы с Мустафой Джимилевым были на истоках переговорного процесса по обмену. Вы также считаете, что этот обмен несправедливый и фактически это капитуляция перед Российской Федерацией? Я хочу сказать, вот Ахтамага говорил, еще несколько ретроспективных моментов. Когда произошел захват моряков, первыми, кто отозвался, первыми, кто начал предпринимать действия, это были крымские татары. Я приехал сюда, в Киев, у меня была возможность поехать либо в Крым и непосредственно принимать участие в этих заседаниях по избранию меры пресечения, либо попытаться вот этот новый кейс с самого начала сделать нормально, учитывая тот опыт пятилетний, который уже был. И вы знаете, здесь пробивал этот кейс Мустафа Джимилев, который это делал и мы ходили к министру Климкину, и к министру Полтораку. И мало того, я хочу сказать, когда были уже достигнуты договоренности, что будет сформирована команда адвокатов, что этих адвокатов будет оплачивать государство, что эти адвокаты будут работать в рамках единой стратегии защиты. Вот пока шли бюрократические различные вопросы, а они заняли практически месяц до января. Работу адвокатов, в том числе поездки в Москву на следственные действия, финансировал Мустафа Джимилев. И он лично свои деньги давал для того, чтобы моряков можно было защищать. Но я считаю, что, конечно же, тот факт, что крымские татары так сильно душой и сердцем болеют за своих соотечественников, за украинских моряков, и те обстоятельства, что вернули из 35 человек только одного крымского татарина, ну это, на мой взгляд, позорище.